Встреча с чемпионатом мира по футболу 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 Ну, юношество, да, в 98-м году во Франции для меня сравним был как-то чемпионат по эмоциям и по происходящему на трибунах. А так, мне кажется, что это реально вот из всех чемпионатов, которые я помню, во всяком случае, самое интересное, может быть, опять же, потому что он здесь рядом. Потому что еще с 2002 года я вот получилось на чемпионате Европы на Украине побывать. И говорю с тех пор, что, ребят, на чемпионате мира, на чемпионате Европы главное это не футбол. Вот серьезно, вы можете на стадион не попасть, просто попадите в город, где этот чемпионат проходит, где игры проходят, и этого достаточно. И не расстраивайтесь, если не получается на игру попасть, потому что для меня это больше даже вот эмоции получаешь не от футбола, а от происходящего, так? Да, антураж, антураж такой потрясающий. Можно какие-то в этом году, вот в этом чемпионате, какие-то тренды выделить, да, если сравнивать с прошлыми чемпионатами? Вот про болельщиков сказали, что праздник с каждым годом все больше и больше, а вот чисто футбольные тренды какие-то? Футбольные, ну, наверное, надо сказать о том, что этот чемпионат получился непредсказуем, да, потому что гранды не попали даже в финальную часть. Вот, это говорит о том, что футбол становится, ну, более ровным и прогрессирует. Очень много голов было забито со стандартных положений, потому что сложно, опять же, во всех командах большие мастера, сложно противостоять именно забить гол с игры, и поэтому стандартные положения, наверное, в этом чемпионате сыграли такую ключевую роль. Ну, и еще одна из таких уникальностей этого чемпионата, это всего одна нулевая игра в итоге получилась. Несмотря на то, что вот сейчас многие говорят о том, что надо прикрывать вот эту лавочку с командами из Африки, что в следующем чемпионате будет еще больше оттуда, ну, а футбол-то для чего? Для голов. И поэтому, ну, будет разница в классе, то, наверное, тоже интересно на голы хотя бы посмотреть на эти 5-0 по нами от Англии и так далее. Ну, конечно, потому что в любом случае команды, которые попадают на чемпионат мира, они проходят через определенное сито, да, и туда попадают те команды, которые на данный момент, они являются сильнейшими. И из этих команд, это же интересно, это и есть праздник, когда мы смотрим команду, да, там, Испания играет и играет Панама. Ну, та же Панама, которая приезжает, забивает голы, они проиграют с крупным счетом, но радуются тому, что первый гол на чемпионате. Так вот, как их не пустить, да, на следующий чемпионат? Ну, конечно, конечно. Но надо расширять? Ну, я думаю, что будет еще интереснее тогда. В самые сильные команды в финал попали? Ну, если они попали в финал, значит, они оказались сильными. Ну, и тем не менее, и тем не менее, если смотреть по турнирной вот этой... Ну, знаете, я скажу, что и бельгийцы, и англичане, они были достойны, достойны попадания в финал. Я не ожидал, что Германия вообще не выйдет из группы, потому что предполагал, что они будут играть финальными. Учитывая, как они проводили предыдущие сезоны, вот эти все официальные игры, да, и чемпионат мира, и в прошлом году Кубок Конфедерации вторым составом выиграли, что не так в Германии? Вообще сложно даже сказать, потому что, на самом деле, как говорят, в Германии столько футболистов, что нужно находить сборные для этих футболистов. У нас не хватает футболистов для одной сборной, да, и приходится 40-летних брать, которые в итоге лучшим становятся. А в Германии не хватает команд на то, чтобы туда собрать. Ну, а в итоге, вот на ваш взгляд, что не получилось у Германии? Наелись? Ну, возможно, возможно, потому что добавились, например, те игроки, которые играли в Кубок Конфедерации, да, молодые футболисты. Которых, наверное, нельзя было не взять, да, после Кубка Конфедерации? Ну, конечно, конечно. И они были очень активны и, видно, агрессивны, с большим желанием играли. Я не скажу, что остальные звезды, которые уже все добились за сборной Германии, они играли без желания. Но какой-то не было, наверное, целостности. Вот, может быть, рассчитывали о том, что выйдем из группы, а потом уже будем включаться. Ну, как показала практика, что включаться надо сразу, с первой игры. Ну, вот часто так бывает, что команды готовятся и набирают форму, да, нашей сборной это не касается. Мне кажется, нужно играть от игры к игре, каждый раз пытаться на максимум играть. Но есть команды, которые действительно готовятся, выходят на пик своей формы, там, к одной восьмой финалах, даже к одной четвертой, может быть, и к полуфиналу рассчитывая на то, что концовку чемпионата активно пройдут. Может быть, Германия та же история, да? Ну, возможно, как они готовились, наверное. Они все равно, безусловно. Эти команды, которые из цикла, цикл показывают определенные результаты, доходят до полуфинала, и в финале получают титулы, они, безусловно, держали в голове о том, что им придется сыграть до конца все игры. Это очень сложно сделать. Учитывая, опять же, Германия удивительный факт, что они не прошли, учитывая, что, если я не ошибаюсь, ни одной игры, ни одного очка не потеряли в группе при отборе на наш чемпионат мира. Но здесь могу ошибаться. За кого-то болели с самого начала чемпионата? С самого начала я пристально следил, не скажу, что там прям болел, да? Болел я, переживал за сборную России. Пристально следил за Англией, за Бельгией, Францией и Германией. Вот, как бы я думал, что Уругвай. Вот эти пять команд, то есть мне хотелось, чтобы они прошли как можно дальше. Но вот Россия как-то сломала вот этот принцип, знаете, когда говорят, за кого будешь болеть, за наших, а после группы. Там уже выбираешь. Да, здесь наши вроде бы вылетели в 1-4, и уже дальше болеть-то ни за кого не хочется, потому что все надеялись, что получится подальше пройти. Да, конечно. И такие эмоции, потому что то, что сделала наша сборная, это уникальное событие. Вот, и они большие молодцы во всех смыслах этого слова. И из игры в игры и футболисты, и все болельщики. Это потрясающие эмоции. Поэтому ты ждешь, ждешь, ждешь. И когда сейчас мы не попадаем дальше, то... Особенно, когда видишь, как с хорватами Англия играет. Ну, со слагательным наклонением жить, наверное, нельзя. Но когда вчерашнюю игру смотришь, думаешь, ну, наверное, могли бы порубиться-то и с англичанами за выход в финал. Мы очень достойно выглядели в этой игре с хорватами. Очень достойно. Ну, а о сборной России еще поговорим чуть позже. Удалось посетить игры какие-нибудь, живьем посмотреть? Да, вот Исландия и Хорватия как раз. Нет. Потому что хотели на эту игру попасть или потому что получилось на эту игру попасть? Я хотел за исландцев. Они произвели мне впечатление, когда Евро играли. И у меня какая-то была такая, не знаю, не мечта, а какая-то цель, внутренний посыл. Было бы их интересно увидеть. Интересно вот так жить, когда вы говорите, ну, у меня не мечта, а цель, да, если все это связано с футболом. Я не болел, а следил за этими. Ну, как-то вот эмоций недостаточно ни в голосе, ни в... Недостаточно эмоций. Почему? Вот даже, знаете, мы с моим другом оказались на игре. И мы изначально друг футбольный человек, да, и мы изначально с ним договаривались о том, что мы будем просто как болельщики. И я вам больше скажу, что у нас попались места в сектор болельщиков Исландии. И я говорю, ну, все, все, давай вот от всего отлечемся и будем болеть. Ну, это получилось 5 минут. А потом уже я толкаю своего друга и говорю, посмотри, а здесь они вот так перестраиваются. А почему вот так? И ты понимаешь, что ты себя ловишь на мысли, что ты начинаешь смотреть футбол немножко иначе. Это не дай бог, я вот вам хочу сказать, не дай бог смотреть КВН с КВНщиками. Когда ты сидишь и вот так сидишь, это смешно. Но это не очень, да? А вот это, да, это нормальная шутка. И хоть бы кто улыбнулся просто. И оценивают вот так. Вот это хорошая шутка, вот это смешная, вот это они молодцы. Поэтому, наверное, с футболом та же самая, да, примерная история. Атмосфера на стадионе какова? Особенно учитывая, что там были те самые исландские болельщики, которых 10-я часть от турнира к турниру сейчас, 10-я часть всего населения катается. Атмосфера, ну, просто потрясающая. Потому что они, знаете, когда, на мой взгляд, они вносят праздник. Вот что хорваты были, они более-таки живые. Да, здесь весь стадион ждал, когда они начнут свое уханье знаменитое. Вот, и сказать о том, что когда первый раз это был только сектор-сектор, а когда со второго раза 40 тысяч на стадионе было 44 тысячи, и 40 тысяч все это начали делать. Это минус 4 хорватов? Да, да, да. Вот, ну, конечно, это такие ощущения передаваемые. Не знаю, сказать в рамках вот этого праздника всего, что вот эта знаменитая исландская кричалка давным-давно болельщиками «Спартака» используется, или не говорить. Уже сказал. По атмосфере на стадионе посмотрели. Здесь в Старополе тоже есть фан-зона. Сделали фан-зону, которая на играх сборной России наполняется просто битком. Не получилось у меня посмотреть игру с хорватами целиком. На второй овертайм только подъехал, поздно ночью. Не протолкнуться, к экрану не пройти. Это сборная России своими результатами заставила нас, ставропольцев, так собираться на площади смотреть. Да, конечно. И вы представляете, это же в каждом городе. И я знаю случаи, когда люди вообще, которые не смотрели футбол, не смотрели футбол, и вдруг что-то начинают обсуждать. Ну это миллион таких людей, которые никогда не смотрят, но за сборную на чемпионате мира две-три игры мы посмотрим. А потом опять на четыре года забываем. Конечно. Это вот эта удивительная атмосфера, которая, это как ком. Позитивный ком такой. Это здорово. Вот я бы хотел сейчас отметить усилия и инициативу городской администрации, которые решили сделать фан-зону подобного рода. Потому что до этого показывали игры, но не в таком объеме, во-первых. Показывали выступления на Олимпийских играх нашего земляка Евгения Кузнецова, который прыгнул с трехметрового трамплина в воду. А вот в таком масштабе никогда. И я бы еще отметил, знаете, что когда игра закончилась, вот интересно, люди понимают, что для них сделали вот эту фан-зону. Я вот вчера в эфире это отмечал. И они правильно реагируют на это. То есть когда заканчивается игра, наши проиграли, спокойно разошлись. Никто ничего не сломал, никто не идет громко, не ругается, пьяных нету, во-первых. А во-вторых, когда их просят, ребят, стулья за собой. Вот позавчера было. Стулья за собой, пожалуйста, уберите. Все подошли, убрали за собой стулья и отнесли. Вот когда ты понимаешь, что к тебе с душой и сами хотят с душой относиться. Это, наверное, касается и тех же японских болельщиков и других, которые убирают на стадионах, которые видят, что для них праздник, и мы тоже. Мы становимся лучше, мы становимся другие, потому что много наций, много культур вот в этом празднике футбола. И все равно все друг у друга что-то черпают. И здесь тоже. Давайте я сейчас ненадолго с нашими телезрителями попрощаюсь. У нас сейчас небольшой рекламный блок, после которого мы вернемся. Как-то у нас все сладко получается. Ложку дегтя, я сейчас подумаю во время рекламы, какую-нибудь обязательно внесу. Давайте посмотрим рекламу, она пролетит незаметно. Вернемся к обсуждению футбола через три минутки. Продолжаем беседу о чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит, хотя нет, наверное, к сожалению, заканчивается в нашей стране, в России. И, к сожалению, наверное, на нашем веку больше такого футбольного праздника в нашей стране не будет. И вот я о этом настроении, о котором мы говорили в конце первой части, хотел бы сейчас продолжить. А удастся ли сохранить вот это настроение, когда мы понимаем, что здесь приехали иностранцы, они гуляют по этой Никольской, поют песни, танцуют вместе с россиянами. А потом чемпионат России по футболу начнется. У нас совсем скоро начнется, через 2-3 недели. Вот это настроение болельщицкое, на ваш взгляд, получится сохранить на игры чемпионата России? Ну, мне кажется, что да, по крайней мере, на начало. А потом я очень сильно хочу, чтобы именно это стало традицией. Хорошей, нормальной традицией, которая бы пронеслась по всему чемпионату. Что вы имеете в виду? Какую традицию, какие моменты, какие тренды с чемпионата мира нужно сохранить на чемпионат России? Ну, в том, что, знаете, во-первых, это все позитивно. Во-вторых, что не было ни оскорблений, не было, тем более, мата не было никакого. Все люди... Может быть, мы не знаем, они, конечно, в своих песнях и употребляли. Ну, может быть, мы не знаем. Но, по крайней мере, это был бы сразу резонанс, потому что было очень много международной прессы. Ну, то есть, это сразу бы вылилось. Поэтому, на мой взгляд, все, кто собирались, это и был праздник футбола. Все приходили смотреть, вот он спорт, вот он шоу. И получали удовольствие от этого. Мне бы хотелось, чтобы так это и вступило именно как в хорошую традицию наш чемпионат и продлилось. А на ваш взгляд, почему вот эти игры сборных – это праздник? Кто бы ни играл, да, друг с другом, игры в чемпионат России – это в большинстве своем какая-то война у нас получается. Это вот не праздник получается, а, во всяком случае, между фанатскими вот этими группировками всеми и так далее. Это вот враги, я имею в виду фанатов многих команд наших. Там есть дружеские друг к другу, недружеские. Но почему мы не можем прийти на футбол, как на праздник? Посмотреть, купить тех самых хот-догов, попить безалкогольных напитков на чемпионате России и спокойно разойтись? Какая-то, не знаю, ментальность или традиция устоявшаяся, которая, если ты болеешь за ЦСКА или ты болеешь за «Спартак», значит, все, вы какие-то враги, никто не сядет там. Это просто, может, вы мне объясните, потому что я, да, я их ненавижу, если честно. А на самом деле, такие же люди, которые просто болеют за свой определенный футбольный клуб. А мы должны все равно становиться другими. Я вам приведу пример личный, который я был со своим другом, он пришел с семьей. Мы ходили на матч в «Спартак» в ЦСКА, как в свое время. Естественно, аншлаг, естественно, праздничная атмосфера. И дети попали в первый раз, да, и мы, естественно, им покупали. Один захотел ЦСКА и атрибутику, один захотел «Спартака», и мы все покупаем, поднимаемся на стадион. И когда начинает группа фанатов, там, из пяти тысяч, да, или, может быть, больше, начинает скандировать… Да, цискат у пяти. Скандировать матом? Вот. Это, честно говоря, режет слух. И когда ребенок спрашивает папа, да, там, а что не кричать, и ты себя чувствуешь, ну, мягко говоря, просто, ну, идиотом, наверное, да, что ты не можешь ребенку это объяснить и не видишь в этом смысла. Вот. А его жена, она сказала, что мы больше не пойдем на футбол. Вот это ненормально. В моем понимании люди должны приходить на футбол, и от этого удовольствия, которое они увидели, может быть, проиграет их команда, но ничего, это спорт. Проиграли, все, разошлись. Вот так должно быть. Я приводил еще в тему, вот приводил пример, когда Швеция отбиралась в групповой этап, и матч, когда они у себя в Стокгольм проиграли Австрии 0-4. Ни один из болельщиков не ушел. Вот я был поражен. Они проигрывали, все поддерживали, хлопали. Закончился матч, они, ну, ничего, так бывает, ничего, нам повезет в следующий раз. Это вот отношение такое, понимаете? Но ни в коем случае, что вот это все кровные враги. Нет, это такие же люди, но просто так случилось. Это спорт, это футбол. Вот этот же, вот в этот же пример, в эту же колею, мне кажется, можно привести пример и с алкоголем на трибунах. Просто когда многие говорят, что вот на чемпионате мира стали продавать алкоголь, надо возвращать алкоголь на трибуны. На мой взгляд, рановато возвращать. То есть, когда человек приходит как на праздник, то он, алкоголь может добавить, там, хорошее настроение, да, вот это спонсорское пиво, которое продается. Если приходить на наш чемпионат, то, возможно, я практически в этом уверен, что он больше агрессии даже может добавить. Может быть, да. Наверное, скорее всего, и так. Давайте, говорили, что о России поговорим, когда вернемся. Как вам сборная России? Мы с вами просто смотрели, это какая была последняя товарищеская игра со сборной Турции, когда уходили просто в таком опущенном настроении, то есть совсем без настроения, а телеза отходили, мы с вами, наверное, минут пять еще сидели, молчали просто перед экраном, да, с товарищами смотрели эту игру. И решили, сошлись на мысли, что вот эта сборная ничего не покажет на чемпионате. Переобулись вы? Я скажу о том, что я бы не спал так громко говорить, я переобулся. Я бы просто писал в социальных сетях, я бы рад переобуться, но вот они меня вот настолько игрой до чемпионата мира расстраивали, что я не могу, вот вроде хочется болеть, я так рад за людей, которые кричат, но вот у меня не получилось, хотя я хотел переобуться, я ничего плохого в эту фразу не вношу, да, переобувание. Просто все ряд товарищеских игр, который был со сборной, то есть мы понимали, что тренерский состав наверняка, и они там играли, может быть, под нагрузками, он пробовал различные варианты тренерских состав, да, там, взаимодействия футболистов. И то, что они делали, это было только понятно тренерскому составу и футболистов. Все мы, мы просто могли, ну как, переживать и поддерживать эту сборную. Но огорчило что? То, что перед чемпионатом было очень много негатива в адрес сборной, когда уже просто люди в открытую начали говорить, что ребят, ну давайте хорош, давайте будем поддерживать. Вот. А то, что случилось на чемпионате, когда ребята играли, ну, как одно единое целое, и всем было все приятно, как бы, ну, ты это понимаешь и ты это принимаешь, и все равно ты это веришь. И как бы ты, допустим, не огорчался из-за товарищеских игр, но я вам скажу, что в душе все равно переживаешь, потому что там знаешь футболистов лично, да, с ними общаешься, там, после победы посылаешь им смс, да, и обсуждаешь что-то. Я знаю тренерский состав, который я уважаю, и я уважаю их работу. И мне очень хотелось, чтобы у них получилось. А вот эта хорошая игра на чемпионате мира, очень мотивированные, играли ребята. Это вот на ваш тренерский взгляд, это результат вот этих 16 проигранных перед этим игр, там, 4 выигранных, это было целенаправленное подведение вот к такой игре в тех контрольных матчах? Ну, отчасти да, потому что, ну, почему я говорю отчасти? Потому что, ну, во-первых, тренерский состав искал оптимальное сочетание футболистов, да, они перепробовали различные схемы, как они будут перестраивать. То есть, видно, что те игры, которые сборные, те циклы, которые сборная собиралась, вот, это, видите, недостаточно, это очень мало. Но, тем не менее, когда они собирались, они прорабатывали план А, план Б, да, который может возникнуть, может быть, план В у них был, вот. И они это все репетировали именно в этот промежуток времени. И момент, который я сказал еще отчасти, это то, что, знаете, эти 16 игр были там специально, специально проигрывали. Ну, нет, такого не может быть, потому что что-то получалось, что-то могло не получиться. Но говорить о том, что... Нет, я не говорю, что специально проигранный. Просто вот эти поражения, они привели к этому, вот эти наигрывания даже в проигранных играх. То есть, это все была работа на протяжении этих 20 играх при Черчесове? Ну, конечно, да, это было так. Потому что, ну, на мой взгляд, например, было с первой, вообще с первой игры команды было видно о том, что команда выходит и старается выдержать... Ну, прессинг бросался в глаза. Да, старается держать темп, а не агрессивный. Могло что-то не получаться. Но вот это было ключевое. На мой взгляд, это вот то зерно, которое Станислав Саламыч, да, с реверским штабом, попыталось заложить изначально, и потом вокруг этого уже строить дальше. Это большая цепь вот в эти 16 игр, то, которое мы результаты видели сейчас. Может, не надо показывать товарищеские игры, чтобы нас не расстраивать в этой ситуации, если это просто игра превращается в наигрывание каких-то связей, какие-то планы свои проверяют тренеры. Может, не надо нам их смотреть? Ну, а почему? Нет, нужно, конечно, потому что все все равно скучают за сборную, все хотят ее видеть. И это неотъемлемая часть. То есть только, на мой взгляд, болельщики должны понимать о том, что это играет сборная страны, и она может сейчас здесь быть под нагрузкой, здесь быть не в оптимальном составе. И мы ее должны воспринимать такой, какой мы ее воспринимаем. Вот получилось у нас, все, молодцы, ребят, получилось. Но что-то не вышло, там, проиграли игру, не забили гол. Но ничего страшного. Верим, все, двигаемся дальше. Вот в таком посыле просто у нас бы получилось еще раньше, еще больше, мне кажется. Ну, вот и если не вникать опять вот в эти все тонкости, да, футбольные, мы сейчас видим, что наша сборная на 69-м месте, но это же тоже вина в том числе и товарищеских контрольных игр. И это даже не в том смысле, что мы их проигрывали, там, все большинство проиграли, там, из 20, вот эти 16, по-моему, игр проиграли, а в том, что там коэффициент другой совсем, и всегда команда, принимающая еще чемпионат, опускается в этом табеле о рангах, в этом рейтинге ниже, потому что они не играют официальных встреч. Но мы-то видим все, наши 69-е, ниже Ирана, и погнали, и понеслась. Ну, мы обращаем вещи вот на, и что, знаете, на такие, на вот эти вещи мы обращаем внимание. И причем мы их раздуваем еще. Вот это что удивительно, что мы их раздуваем. Вот раньше мы раздували... Мазокизм такой есть. Да, вдруг мы раньше, мы хотим найти какой-то негатив, вот такое ощущение. Знаете, а это неправильно. Ведь раньше мы раздували, что у Акимфеева была в Лиге чемпионов какая-то серия непонятная. Я считал. Вот, да, но на мой взгляд, да, это глупо делать. А сейчас Игорь прекрасно отыграл турнир весь, и после серии пенальти он был героем для всей страны. Вот, и все забыли про все серии. Вот сейчас опять, вот эти мемы, да, буквально два года назад люди, которые писали петиции за то, чтобы закрыть и расформировать эту сборную, сейчас наполняли трибуны многотысячными толпами. Я уверен, что среди там 30 тысяч немалая часть на какой-нибудь фан-зоне тех людей, которые два года назад просто писали, разгоните их, всех этих ребят, и вообще нам не нужен футбол. Ну, конечно, да. То есть не надо, на мой взгляд, надо, чтобы было меньше негатива, да, потому что нас так хватает. Народ такой немножко, моментально такие, знаете, немного обозленные какие-то, да, и стараемся это выплеснуть. И начинаем и в социальных сетях, и везде уже городить такое, что... Давайте сейчас еще на рекламку прервемся, вернемся через несколько минут, никуда не переключайте. У нас заключительный блок программы через три минутки, а реклама вот эта очень увлекательная. Продолжаем говорить о чемпионате мира по футболу, и вот сейчас мы, наверное, вот эту всю часть посвятим нашей сборной России. Вот игре с бронзи. Какая игра, на ваш взгляд, самая интересная в исполнении нашей сборной была на чемпионате? Какая больше всего понравилась? По содержанию, может быть, по эмоциям? С хорватами. Мне понравилась игра с хорватами. Чем? Ну, с тем, что, знаете, как с первой минуты, с первой минуты мы начали очень активно и держали этот темп. Мы действительно атаковали, потому что с испанцами перед этим видно было, что мы играли от обороны, был акцентом на контратаке. Вот, может быть, это такой футбол более зрелищный, но в плане выбранной стратегии на матч он был абсолютно верен. А вот, мне кажется, с хорватами была такая игра, которую никто не ожидал, даже сами хорваты, по-моему. Кто виноват в том, что мы проиграли хорватии? Кто виноват? Я не знаю, ну, случай, наверное. Смолов виноват? Мы превратились, мы говорили в прошлой части программы о том, что нам нужно искать негатив. И вот все нашли этот негатив в игре Федора Смолова. Вот Федор Смолов плохо сыграл, он плохо сыграл на турнире, он ударил этот удар Паненке, и все. Он главный виновник нашего поражения от хорватов. Ну, это случается со всеми. Мы знаем с вами из истории, что звезды, великие звезды, которые, мировые звезды, не забивали пенальти в серии пенальти. Вспомните, там же и Баджо, и... И Шевченко в свои лучшие годы, кстати, за Милан, на Ливерпулю проиграли, его решающий пенальти был не забит. Да, конечно. Это, может быть, случится с каждым футболистом. То есть не он? Ну, если он проиграл, значит... Ну, вы выделили проигранную игру, а до этого были три выигранных. Почему вот не выделили, например, игру первого открытия, когда с крупным счетом обыграли Иран? Потом игра хорошая была по содержанию во втором тайме с Египтом. Там обыграли испанцев, которых думали, что... Ну, вот выйдем из группы, и что? Там португальцы или испанцы? Какой смысл туда выходить? Но выделили проигранную? Ну, вы знаете, я выделил эту игру до серии пенальти. Потому что мне с первой, по 120-ю минуту... Ну, нравилось абсолютно все. Именно по содержанию, по игре и то, что делали ребята на поле. И в итоге переверили ее, да, в серию пенальти. Вот. Поэтому я бы выделил эту игру. В плане эмоций, когда первая игра была, и игра вторая, мы забили столько мячей, когда, знаете, никто не ожидал. Это здорово, это эмоционально. И голы хорошие. Вот. Но все-таки как-то хорватов я... Потому что изначально понимал, что сборная такая, знаете, серьезная, которая будет претендовать именно на высокие места. И сейчас мы видим она... Еще до турнира? Да. Да. То есть это... Потому что у этой сборной подбор линии атаки и линии полузащиты, он достаточно высокого уровня. То есть это было интересно. Интересно, как они очень интересно играли отборочный этап. Вот. И поэтому я и предполагал, что они будут играть в финальной части. Если хорваты победят в финале справедливо, будет Модричу отдать золотой мяч? Ну, Модрич, наверное, в Хорватии сейчас ключевое звено. То есть без Модрича немного, наверное, не по-другому играет. Действует Хорватия. Если мы видим, что не получилось на этом чемпионате, а это, наверное, такая лакмусовая бумажка, ни у Месси, ни у Роналда в меньшей степени, да, он там неплохо тянул команду, да, то в этом году кто лучший игрок? Мира. Я до чемпионата мира думал, что Салах. Но вот опять Салах, чемпионат мира, такой лакмусовая бумажка в этом смысле оказался. Да. Ну, знаете, приятно то, что Бапе из сборной Франции, да, он подтверждает уровень, который он играет в клубе и в сборной. То есть он бросается. И, пожалуй, вот эту высокую цену, сколько он стоит сейчас? Он тоже это все подтверждает. Да, 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 мне нравится Гризман, так же активен очень. Вспомним 2008 год, когда завоевали бронзу чемпионата Европы. А вот, кстати, что лучше, бронза чемпионата Европы или 1-4 чемпионата мира? Ну, бронза – это все-таки медали чемпионата Европы. Ну, там без игры, это тоже, да, такая спорная до сих пор момент. Надо ли играть матчи за третье место. Вот, там бронза была автоматически получена. Ну, многие склоняются к тому, что 1-4 чемпионата мира – это тоже, если не посерьезнее. Ну, так вот, 2008 год. Здорово отыграли. Четыре человека уехали в Европу. И все, и дальше какой-то вот у нашей сборной провал. Вот сейчас, как считаете, после вот этого чемпионата, когда сейчас я на подъеме, и ожидания теперь у нас завышены от команды. Не будет ли вот такой же истории, как в прошлый раз? Сейчас, конечно, хотелось бы тоже очень, чтобы ребята уехали в Европу, поиграли на вот этой волне, да. Но не опустимся ли мы к тому уровню, к которому мы привыкли. Вот это, знаете, сборная России, я тебя узнаю. Ну, мне кажется, что сами ребята, они и сами прочувствовали, да, тот темп и тот кураж, который необходимо играть именно с грандами мировыми, которые приехали на чемпионат мира. Вот, и мне кажется, что это должно перенестись. И мне будет интересно среди чемпионатов, потому что я верю в то, что именно футболисты в своих клубах будут действовать именно в таком ключе. Надо уезжать, если есть предложение. Потому что, с одной стороны, хочется, чтобы игрок твоей любимой команды заявил о себе где-то в Европе, и ты переживаешь за него, пускай поедет. С другой стороны, но он-то оголит свою позицию в моем любимом клубе, поэтому здесь такое двоякое отношение у меня, допустим, к отъезду, те, у того же Кутепова или Зобнина, которых сейчас сватают в Европу. Ну, мне кажется, что уезжать надо, потому что это новый вызов, и это новые возможности, и они только приобретут. Учитывая, что там зарплаты, скорее всего, будут ниже, чем у нас. Ну, это правильные вещи. В Европе платят деньги за мастерство. Если ты чего-то добиваешься, ты из себя что-то представляешь, тебе будут платить деньги за это. Ну, вот это нормальные вещи, это правильные вещи. А если уедет Кутепов, на место Кутепова придет молодой футболист, который будет тоже развиваться в Спартаке. У него будет мотивация о том, что, слушай, я хочу попасть в сборную, я хочу, как у Кутепов, уехать в Европу, играть там и познавать футбол. Вот, насколько я знаю, у Ильи изначально такая мечта заявить о себе. В итальянском клубе были мечты такие, потому что общаюсь с его товарищем, которые всегда рассказывают, что ему важно заиграть здесь, чтобы попасть в Европу даже на меньшие деньги, чем он получает в Спартаке. А, наверное, не зарабатывает, а получает, скорее всего. И так можно говорить о нашем чемпионате, да? Поэтому он хочет зарабатывать где-то, поехать в Европе. Какая команда сильнее? Если мы говорили о 2008-2018, сборной России 2008, сборной России 2018? Или, давайте еще глубже копнем, сборной России, которые писали письмо вон-то, приз на памятное на Садырина. 14, письмо 14. Да, письмо 14. Какая из этих команд сильнее? Потому что по потенциалу, как мне кажется, та команда могла стрельнуть и повыше, чем сейчас сборная стрельнула. Вы знаете, тогда очень много было действительно футболистов, которые у нас играли в Европе, играли в клубах. Это и в Испании, и в Англии? Да, да, конечно. И безусловно, что мы могли добиться большего. По игре и по потенциалу, если взять вот эти три команды, какая из них самая сильная? Потому что вот это, наверное, хотя и в 2008-м тоже они такие стрельнули подальше, чем письмо 14, которое писал. Да, но дело в том, что от всех этих команд отделяет время. Мы должны понимать о том, что каждый оказался в своей эпохе. Мы сейчас бессмысленно вести разговоры, что вот давайте сейчас команда, которая написала письмо 14, и команда, которая сейчас, как мы будем играть, они будут играть в разный футбол. То есть мы же понимаем. Я понял. Вы знаете, какой-то сейчас анекдот популярный, когда у Пеле спрашивают, как бы вы сейчас, вот ваша команда сыграла с нынешней Аргентиной. Он говорит, 1-0 бы выиграли. А почему только 1-0? Ну, нам по 75 уже, говорит, поэтому. Вот, если говорить о наследии чемпионата, о наследии, что он нам оставляет? А что он нам оставит? Он оставит, на мой взгляд, какие-то ментальные изменения, что очень хорошо, я надеюсь на это. Он, безусловно, оставит инфраструктуру, и ее просто нужно развивать. Ей нужно пользоваться. И, на мой взгляд, это вообще, это чемпионат мира. Он поспособствует тому, что, знаете, будет какая-то такая целевая, целевая на уровне правительства программа по развитию спорта. Потому что мы все говорим о том, что, слушайте, мы хотим дальше, да. Мы хотим дальше. Уйдет Игнашевич, и спасибо ему большое. То есть Сергей вообще потрясающий чемпионат выдал. Это потрясающая карьера, потрясающий футболист. В завершении 2 по 120 так отбегать и забить в обоих матчах пенальти. Да, знаете, а что дальше? Вот чтобы у нас получалось дальше, да, там Юра Жаков объявил о карьере, завершении карьеры в сборной, вот. И у нас должны появляться футболисты. Для этого мы должны как-то именно выбрать систему и ее придерживаться. Вот именно придерживаться. Да, у нас страна большая, но это же все зависит от нас. Когда у нас, мы говорим, вот у нас не хватает полей, да, там. Ну, сделали поля. А потом начинаешь общаться с детским тренером. Они говорят, у нас директор требует результата. Какой может быть результат, если мы воспитываем детей? У нас дети не попадают по мячу. Ну, это вот настолько спорный момент с достижением результата. И все остальное, когда у нас зарплата тренера и ставки, все зависит от того, что дети выиграют, это, конечно, вопрос спорный очень. Да. И вот это, ведь вот это, какие-то мы сейчас затронули там частично проблемы, да, это проблема системы. То есть, если она будет принята, принята, и она говорится, что, ребят, давайте, подождите, мы работаем конкретно сейчас. Вот нам нужны футболисты. Все, мы можем их найти. В нашей огромной стране, безусловно, есть таланты. Их очень много. Слушайте, у нас 140 миллионов в стране. В Хорватии население 3 миллиона. Она играет в финале. Они как-то умудряются найти футболистов, да, и так далее. Может быть, слишком хорошо живем? У нас, я сейчас объясню, да, у нас сейчас нет вот такого, когда всем двором пойдемте на секцию, потому что мы всем двором играли на улице, и потом всем двором 5-10 человек пошли вместе на какую-то футбольную секцию. Сейчас все сидят в своих гаджетах, в своих телефонах, везде по домам. Но это уже вопрос, наверное, для совсем другой беседы. Ну, нет, безусловно, может быть и так. Но мы должны все делать для того, чтобы мы все равно отрывали от гаджетов. Мы от них никуда не денемся, потому что экономика и прогресс идет вперед, да, движется вперед. И в 18 веке, извините, помои, с улицы выбрасывали, нам казалось, там нормально, да, там все люди жили. А сейчас мы с гаджетами. Ну, если подытожить, наверное, то я, в пример, сегодняшнюю практику одного из наших корреспондентов приведу. Вот наш корреспондент Антон Киевский. Сегодня ездил в Есентуки для того, чтобы снять сюжет. Мы его увидим. О ребятах, которые бесплатно попали, воспитанники спортивных школ, футбольных, попали на чемпионат мира в Ростове сразу на несколько игр. Благодаря помощи губернатора Старопольского края попали на эти игры. Так вот, он сегодня попал на тренировку, и они занимаются на той площадке, на которой жили и занимались в сборной Нигерии при подготовке. То есть уже понятно, что эти пять тренировочных полей на Кавменводах уже не зря построены, и уже ребята на них занимаются. Ну, это же здорово. Это здорово. Спасибо вам большое, что в гости к нам пришли. Хорошего просмотра матча за третье место финала. За кого будете болеть в финале? За Францию. Переживать, не болеть, а переживать и следить. Да, я поболею, пожалуй, за Францию. В финале вам большое спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами. Никуда не переключайтесь. Я с вами встречусь через 15 минут. Не верите. Оставайтесь на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова